Всем здрасте! Решил вам записать полезное видео. Буквально час приходила клиентка с человеком, который занимается... Как это сказать-то? Когда стены двигают, он этот техпаспорт перерисовывает. Соответственно, вот этой темой занимается перепланировкой официально. Ну, короче, слушайте. Во-первых, они передвинули вот эту стену на 20 см. А потом передвинули вот эту стену в санузел. Получается, вот видите, она была, да? Двинули туда, должно быть, на 20 см. Буквально всего лишь, всего лишь вот эти 20 см даже никто бы не заметил, я думаю. Потому что здесь у них бы стоял шкаф, он бы закрывал эту зону. Шкаф уж никто, наверное, никто не стал бы заглядывать. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы, к примеру, когда вы потом продаете квартиру, чтобы у вас не возникла проблема. Но вот если так подумать, ну вот ты сдвинул эту стену, ты планируешь сюда поставить шкаф. Шкаф поставишь, когда у тебя тут уже дверь стоит, все стоит. Может быть, этого даже никто и не увидит. Да блин, у меня есть знакомые, которые покупали с перепланировкой, где отверстие в несущей стене, в пятиэтажке, в панельной. И все это как бы оценщику дается на руки, и он на это скрывает глаза. Вот, везде эти лазейки есть. Конечно, вопрос, как государство гайки будет закручивать, но я думаю, всегда лазейки где будут. Ну ладно, вот. Тут, в общем, не увидят. Шкаф закроют. С этой стороны, допустим, со стороны зала идут какой-нибудь шкаф. Где эта стена находится? На каком расстоянии от этого угла несущей стене? Уже непонятно. Вот здесь передвинули, получается, в сторону спальни. 20 сантиметров от спальни слушали. То есть, чисто теоретически, по документам, мы зашли на жилую зону. То есть, эти 20 сантиметров были в спальне, жилая зона. А мы туда увеличили мокрую зону. Санузел – это же мокрая зона, называется. И вообще, если вы прям строго-строго, так делать нельзя. С этой стороны у клиента будет шкаф. С этой стороны все будет закрыто. В туалет заходишь, ну да, тут уголок. Да блин, на это тоже никто мог бы не посмотреть. Ну да ладно, клиенты решили это сделать. Ну и в общем, я задаю этому чуваку вопрос. Сколько это стоит? Вообще, на сколько это нужно делать? Что будет, если этого не сделать? И он мне отвечает. На сегодняшний день, то есть, февраль 23 года, город Нижникавск. Стоит вот это вот оформление перепланировки 14 тысяч. Штраф за то, что ты уже сдвинул стены 2,5. И как рассказывает мне клиент, он говорит, проще сделать вот так. То есть, сначала ты передвинул, а потом 2,5 тысячи заплатил. Потому что к тебе приходят, за один день там это все фиксируют. И буквально там, допустим, в течение недели-двух, ты получаешь документы. Ну, либо ты вот все вот эти бегатью вот эту сделал официальную, и дальше просто ждешь, когда тебе эти документы пришли. А если это делать заранее, заранее, он говорит, можно дольше пробегать, вплоть до того, что до двух месяцев. Я лично не знаю, сказал клиент. Ну, и вот, значит, 14 плюс 2,5. Дальше им выдают акты, что-то какие-то бумажки. Но прикол еще, знаете, в чем? Я частный мастер. 90, я не знаю, 95 процентов. Мне кажется, в частном секторе вообще, вот в частном секторе 100 процентов ремонтов, которые происходят, они, ну, 99 процентов ремонтов, которые происходят, они происходят руками частных мастеров. А частный мастер, он не имеет лицензии, как бы, СРО, строительное, ремонтное, там, организации или обслуживание, или как-то так. Короче, вот я, как частный мастер, не могу заниматься всем тем, чем я занимаюсь, чем вы можете видеть, вот, за последние, там, 3-4 года в Ютубе мои ролики. Нельзя мне этого делать, как частного мастера, потому что у меня нет лицензии СРО. Короче говоря, ну, он это говорит, я говорю, ну, как это вообще влияет? Ну, смотри, как я им выдал акт, то, что вот перепланировка выполнена, там, еще какую-то бумажку. И говорит, им нужно почти поставить печать, то, что вот эти работы выполнены организацией, которые имеют лицензию СРО. Я говорю, а как им быть, если я, вот, не могу им это поставить? Ну, вот, как-то они их будут выкручиваться. То есть, чисто теоретически мысли такие, что они потом обратятся в какую-то организацию, которая имеет допуски СРО. Эти организации, это как раз те организации, которые занимаются строительством на заводах, там, промышленные какие-то предприятия, коммерческие помещения, да, различные. Тендерные вот эти, которые выигрывают организации, то у них должны быть допуски СРО, соответственно, соответствующая лицензия. И, я так думаю, туда нужно пойти и еще за это печать, еще какую-то ценную сумму заплатить. Вот. Что, ну, дальше спрашиваю, что будет, если вот, ну, к примеру, вот эту зону, вот эту стену сделать в сторону спальни, там, на полметра. Он говорит, у него была такая практика, что он заходит в какую-то квартиру, он говорит, сможет, у вас спальня маленькая, меньшая. Вот. И ему клиенты говорят, ну, хозяин говорят, что мы лопаем в стену. И, получается, новую зону на полметра туда заносили. А это никак уже не согласуешь. То есть, вот при перепланировке это никак не согласуешь. Я говорю, и что? И что будет этому хозяину квартиры? Большой штраф, там, судебное, как бы, производство для того, чтобы он вернул в изначальный вид. Нет, говорит, живите. Просто при продаже могут возникнуть проблемы. А могут и не возникнуть. Опять же, там, лишние 3-4-5 тысяч дал на руку оценщику, который приходит, и он закрыл на это глаза. То есть, вот так же все это делается. Тот человек, который вот мужчина приходил, вот этот все, планировку смотрел сейчас, он буквально 15 минут назад уже, он тоже обычный человек. Он тоже, там, на Майбахе не ездит. И он тоже, скорее всего, себе нанимал ребят для ремонта обычных, там, советов, да, либо по рекомендациям. Но это обычный частный мастер. Потому что все организации, которые имеют все эти лицензии, они по умолчанию делают дороже, если хорошее качество. Либо хуже, если за те же деньги, что его частный мастер может взять. Короче, вот такое видео. Сразу записал, они только вышли, пока память свежий, пока помню все ответы на те вопросы, которые я задал. То есть, вот так вот. А, еще задал вопрос, говорю, а если на первом этаже, вот, есть в Ютубе такая популярная тема, делать из квартир в студии, издавать их там посуточно, либо в долгосрочную аренду. Вот. И я говорю, спрошу, а что, говорю, если на первом этаже, вот так вот сделать дополнительный санузел, вывести все через подвал, все сделать правильно, канализацию, там, подсоединиться в подвале, все сделать правильно, что, как будет. Ну, говорит, надо смотреть, я не помню всех этих реланцев. Вот. Хотя было бы интересно на этой теме, потому что я тоже на эти каналы подписан, где такие студии переделывают, из однушек, из двушек делают, две-три студии, из трешки четыре студии делают. Вот. Интересно было бы послушать, насколько это можно официально все оформить. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают.